Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Я счастлив вас видеть. Всегда приятно знать, что в субботу вечером кому-то так же нечего делать, как и мне. Ну вот, значит, я буду читать, на чем откроется. Как всегда, приветствуются записки, вопросы с мест, заявки, пожелания, выражения и чувств. В афише написано, что продолжительность мероприятия 2 часа дня, то есть 2 часа, а на сайте театра что час. Я полагаю, что в полтора мы уложимся, чтобы вот как бы не ихняя, не наша. Но я могу долго, понимаете, стихи читать, это же не... Спасибо. Стихи читать, это не лекции. Сразу хочу сказать, что сегодня будет в основном лирика. Единственный бонус, который предусмотрен всегда в таких случаях, это то, чего еще никто не читал, то, что выйдет в понедельник в новой газете. Просто, чтобы вы вот знали это все заранее. В остальном сплошная любовь, страсть, смерть. Третья баллада. С эпиграфом из такой английской и считалки. Здесь негрецят пошли купаться в море. Какая была компания, какая резвость и стать. Понятно было заранее, что долго нам не блистать. Словно палкой по чистоколу вышибали наш гордый строй. Первый умер, пошедший в школу и окончив школу второй. Третий умер, когда впервые получил набой по лицу, отрабатывая строевые упражнения на плацу. Четвертый погиб от страха, задохший в сего дыму. А пятый был парень рубаха и умер с тоски к нему. Шестой удавился. Седьмой застрелился с трудом, раздобыв пистолет. Восьмой уцелел, то ж молился и вынул счастливый билет. Пристроился у кровая, сумел избежать нищеты, но не сумел избежать трамвая, в котором уехала ты. Сказать перед этим честно и грубо, что есть другой человек. И сразу трое врезали дубу, поняв, что это нарях. Пятнадцатый умер со скуки, идя на работу зимой. И шестнадцатый умер со скуки, идя с работы домой. Двадцатый ходил, шатаясь, поскольку он начал пить. Чудом не умер, пытаясь на борло себе наступить. Походу с ногой на борле влачил он свои года. Пятеро перемерли от жалости и стыда. Тридцатый сломался при виде нахала, который грозил ножом. Теперь нас осталось довольно мало, и мы себя бережем. Так что нынешний ходит по струнке, охраняет свой каравай. Шепчет, глотает слюнки, твердит себе «не зевай». Бежит любых безобразие, не топит тоски. В вине боится случайных связей, а не случайных вдвойне. На одиноком ложе тоска ему давит грудь. Вот так он живет и тоже подохнет когда-нибудь. Но в этой жизни проклятый, надеемся мы порой, что некий пятидесятый, а может быть сто второй, которого глаза краем мы видели пару раз, которого мы не знаем, который не знает нас, подвержен высшей опеке и слышит ангельский смех. И потому навеки останетесь после всех. Да, подлый муравей, пойду и попляшу, и больше ни о чем тебя не попрошу, на стеклах ледяных играет мертвый глянец. Зима оставала прут, а вот и снег пошел, смотри, как я пляшу, последний стрекозел, смотри уродина на мой прощальный танец. Да, были времена, под каждым мне листком был столик, вазочка и чайник со свистком, и радужный огонь расистого напитка. Мне только то и впрок в обители людской, что добывается не потом и тоской, а так из милости, задаром от избытка. Померзли все сады ветра, сошли с ума, те укол был дом, попрятались в дома, повсюду муравьи и соломинки таскают, а мы, негодные к работе и борьбе, умеем лишь просить, пусти меня к себе, и гордо подыхать, когда нас не пускают. Когда-нибудь в раю, где пляшет, в вышине, веселый, роет теней, ты подойдешь ко мне, хутой, мозолистый, угрюмый, большеротый, и с завистью следя воздушный мой прыжок, промолвая стрекоза, пусти меня в кружок, а я скажу, дружок, поди-ка поработай. О, какая страшная, черная, грозовая, расползается, уподобленная блину, раздвигается, буро-желтую разевая, оттянив закат, растянувшись во всю длину, о, как стихло все, как глядит, как лицо корежет, и какой ледяной кирпич внутри живота. Вот теперь-то мы и узнаем, кто чего может, и чего кто стоит, и кто из нас в живота. Наконец-то мы все проверим, и мир поделен, не на тех, кто лев или прав, не на нет и да, а на тех, кто спасется в тени своих богоделин, и на тех, кто уже не денется никуда. Налетает порывами, тень ползет по газонам, громку ражится, как захватчик, входя в село, пахнет пылью, бензином, кровью, дерьмом, озоном. Все равно озоном, озоном сильнее всего. Я слышу, особо ценится средь тех, кто бит и клеймен, пленник, а реже пленница, кто помнит много имен. Блатные не любят грамотных, как большая часть страны, но этот зовется памятник, и оба смысла верны. Среди зловонного мрака завален чужой тоской, ночами под хрип барака он шепчет перечень свой. Насильник, жалобщик, нытик, посаженный без вины, сектант, шпион, сифилитик, политик, герой войны. Раслил племянницу в бане, соседу сарай поджег, зарезал жену под пьяни, дружка пришил за должок. Пристрелен из автомата, сошел с ума по весне. Так мир кидался когда-то с порога навстречу мне. Вся роскошь, воды и суши, как будто в последний раз, ломилась в глаза и уши, запомни и нас, и нас. Летели слева и справа, кидались в дверной проем, толкались, борясь за право, попасть ко мне на прием, как будто река за пруда. Жасмин, Левко и Резида, все знали, вырвусь отсюда, не знали только куда. Меж небом, водой и сушей мы выстроим зыбкий рай, но только смотри и слушай, но только запоминай. Я дерево в центре мира, я клен с последним листом, я инвалид истирай, я кот с облезвым хвостом, а я скрипучая койка в дону твоей дорогой, а я троллейбус такой-то, возивший тебя к другой, а я, когда ты подыхал однажды, пустил тебя на ночлег и канул мимо, как канет каждый, возьми меня в ковчег. А мы, тончающие сущности, сущности, плоти мы лишены, мы резвиться сюда отпущенной из сияющей вышины, мы летим в ветровом потоке, нас несет воздушный прибой, нас не видит даже стаокий, но знает о нас любой. Но чем больше я здесь ошибаюсь, неведомо для чего, тем меньше я ошибаюсь насчет себя самого. Вашей горестной веренице я не спас от кромешной тьмы, мне не вырваться за границы, в которых маемся мы, мне не выйти за те пределы, каких досягает взгляд, с веткой тиса или амелой голубь мой не летит назад, я не с теми, кто вносит правку в бесконечный реестр земной, вы плохую сделали ставку и умрете вместе со мной. И ты чужая квартира, и ты ресторан-восход, и ты инвалид-истира, и ты ободранный кот, и вы, тончающие сущности, сущности, слетевшие в нашу тьму, которые правил своих ослушались, открывшись мне одному. Но когда бы я в самом деле посягал на пути планеты, и не замер на том пределе, за который мне хода нет, но когда бы соблазн величия предпочел соблазну стыда, кто увидел бы ваше обличие, кто заметил бы вас тогда? Вы не надобны ни пророку, ни водителю злой орды, что по западу и востоку метит кровью свои следы. Вы мне выданы на поруки, ни на день, ни на век, на час все великие близоруки, только я и заметил вас, только тот себя и заметит, кто с тобой вместе умрет, и тебя, о, марковский ветер, и тебя, о, марковский кот, и вас, тончайшие сущности, сущности, те, что парят дрожа, не выше дома, не выше сущности десятого этажа, то хмыляются, то подпрыгивают, то в проводах поют, то умиляются, то подмигивают, то говорят салют. Я прочту такую пару блюзов, у меня есть такой блюзовый цикл, я их не прочту. Первый и последний. Холодный блюз. Тогда сверкованной должности снимали хруща, он молвил на собрании братвы, вот вы меня снимаете руками плеща, тому, какие храбрые вы, но если я отправлюсь бродить кочевать, преследуем и плохо одет, то меня хоть пустят переночевать, а вас еще, может быть, нет. В России холода нет, Россия большая холодная страна, особенно ближе к январю, в ней статус не важен и слава не важна, про деньги уже не говорю, не важно какая обслуга и кровать, не важно афера или труд, а важно только пустят ли, переночевать, как только все это отберут. Когда я с работы карабкаюсь домой, еще хорошо, что не с умой, все чаще я думаю, просто, боже мой, ежусь и снова, боже мой, какой ужасный ветер, какой ужасный ветер, осень и черный океан, к чему стремится фауст, по ком страдает вертор, кого еще хочет дон Жуан, мы все еще жаждем кого-то очернять, пытаемся что-то сочинять, а важно только, пустят ли переночевать, пустят ли переночевать, в России холодает к началу октября, и вот что надо помнить о ней, чем горше досталось, тем проще отобрать, чем легче досталось, тем трудней, талант не отнимешь, породу не отнимешь, характер и пятую графу, а дома ли деньги, работа или имидж, вообще отбираются как тьфу, тогда уже не важно, умеешь ты кивать, ковать или деньги отмывать, а важно только, пустят ли переночевать, пустят ли переночевать, я много трудился, бессмысленным трудом, в огромной холодной стране, я вряд ли куплю себе приз калидом, но главный мой приз уже при мне, я плохо умею кастрюли подчинять, чуть лучше страшилки сочинять, но меня здесь пустят переночевать, пустят переночевать, сначала, как водится, станут очернять, после предложат линчевать, но меня здесь пустят переночевать, пустят переночевать, чучелу пора себя переночинять, надо с кого-то начинать, и меня здесь пустят переночевать, пустят переночевать, но тем и смущает, Россия отчимать, Большие холодные места, что всех без разбору пускает ночевать Буквально девяносто из ста Ее благая весть, врожденная болезнь, привычка пожевать-нажевать Сперва растоптят честь, отнимут все, что есть, а после пустят переночевать Входишь в избу, в ее копоти резьбу, а там нас уже не сосчитать Всех пугал и чучел, и всех, кто меня мучил, пустили переночевать Ах, здравствуйте, здравствуйте, не стесняйтесь, пьянствуйте, подкиньте березовый дровец Мы пучились, мы мучились, соскучились и сучились, и вот где мы сошлись, наконец Иди сюда, болезный, башку на чан железный, ноги под черный табурет Такая буря на дворе, здесь внутри такой амбре не знаешь, ложится или нет Изба темная, и ночь темная, и дочь пьяная, и мать честная, и буря сильная, и печь наколена Такая большая, холодная страна, холодная, добрая страна Ну а вот, собственно, последний блюз, сравнительно недавно написанный, потому еще напечатанный почти Грейхаун блюз Автобус междугородный, вечерний или ночной Его континент голодный, ничейный и сволочной Бездомный и беспородный, свободный и несвободный Садовый и огородный, плодовый и овощной Грейхаун набит грехами, и два его этажа Качаются, громыхая, подпрыгивая, дрожа Грейхаун набит бомжами, подростками, что сбежали Близьми, которых прижали, и хиппи-грязней бомжа В России такие едут в Лиазе, по вздыбленному шоссе По черней, по черной грязи, на камне или чусе От Вереса до Сварога, от Бога и до Порога Но в Штатах таких немного, а наши такие все В России зима и лето, находка и Краснодар Толкают тебя вот это, влекут тебя под удар Толкает каждое слово Ивыхина и Конькова А здесь дойти до такого потребен особый дар Среди отмеченных даром сидит с печальным мальцом Бобенка с еще не старым, но часто битым лицом Спасается ли от обыска, торопится ли из отпуска Или просто увозит тот, просто расставший с его отцом Младенец ее попискивает, стесняясь чужих ушей Улыбка ее заискивает, как часто алкашей Чтоб даже из этого транспорта, затасканного и трясканного Кто-то не что ли стасканный, не выкинул их за шею Но стоит кому-то искоса взглянуть на ее дитя А может, в порядке искоса конфету сунуть шутя В ней тут же изобличица, затравленная волчица Орлица, стальная птица неведомого литья Так вот, мой ангел-хранитель, по чьей корявой рукой Спасается сочинитель, я думаю, он такой Вы локтем его толкаете, он как бы всегда в нокауте Он как бы всегда в грейхаунде над черной ночной рекой Он вечно меня таскает по разным материкам Не часто меня ласкает и часто бьет по рукам Одежда его замызганная, улыбка его завистливая Он смотрит на всех заискивая, как сука в глаза волкам Меня он колотит на людях, чтоб меньше лупил другой Скользит на московских наледях кривою своей ногой И то, с какого бы горя я видел нечто другое Изгоя в стране, изгоя спасает ангел изгорь Но если какая-то царца нынче или же впредь Захочет к нам прикасаться или как-то не так смотреть Полестившись бедностью эту О, как я вам не советую! Вам лучше бы не рождаться или сразу же умереть! АПЛОДИСМЕНТЫ Но с тем июль запах лип и гари доносится с бульвара на балкон К стремительно сближающейся паре Небесный свод расплавился белком вокруг желтка палящего светила Застольный гул хватило первых фраз А дальше всей квартиры не хватило Ушли курить и курят третья часть Причувствие любви в эту пору Там некий еще мучительней Пока по разговору, спору, взору, вздору В соседе прозреваешь двойника Так дачный дом полгода заколочен Но ставни рвут И, Господи, прости, какая боль скрипучая А, впрочем, все больно на пороге тридцати Когда и запах лип и черный битум И летнего бульвара звукарят Подернуты туманцем ядовитым Москва, жара, торпяники горят Между тем и ночью, пускай нам хватит такта А остальным собравшимся вина Не замечать того простого факта Что он женат и замужем А она пусть даже нет Спроси себя легко ли Сдирает с души такую кожуру Попав из пустоты В такое поле чужого притяжения Жару сменяет колодок И наша пара, обнявшись и мечтательно куря Следит за тем, как на углу бульвара Листва сияет в свете фонаря Дадим им шанс, дадим Пускай нам муку Надежда до сих пор у нас в крови Оставь меня, пусти, пусти мне руку Пусти мне душу, душу не трави Я знаю все И этаким всезнайкой Сидя чаек, слежу из-за стола Как наш герой прощается с хозяйкой Жалеющей уже, что позвала И после затянувшейся беседы Выходит в ночь в московские сады С неясным ощущением победы И ясным ощущением беды Пейзаж для песенки Ла Фарен Усадьба, заросший пруд И пара влюбленных в самой паре Которые бродят тут Звучит лягушке бреке кем Вокруг цветет резида Ее рука у него в руке, что означает «да» Они обдумывают побег Влюбленность требует жертв Но есть еще один человек, ломающий весь сюжет Им кажется, что они вдвоем Они забывают страх Но есть еще муж, который с ружьем сидит в ближайшем кусте Подозреваю Эта деталь Точнее сюжетный ход Сломав банальную постараль Объема ей придает Какие радости без угроз Какой собор без химер Какой, прости за прямой вопрос Без третьего адультер Какой роман с без тревожных нот Без горечи на устах Все это им обеспечил тот, который сидит в кустах Он вносит стройность, крайне разлад В симфонию бытия И мне по сердцу такой расклад И пусть это буду я Теперь мне это даже милее Воистину тот смешон Кто не распробовал трех ролей В драйве для трех персон Я сам в ответе за свой Эдем Я же писах, писах Я уводил Я был уводим Теперь я сижу в кустах Все атрибуты радуют глаз Усадьба, ружье, кусты И непривычно большой запас Нравственной правоты К тому же автор Чей взгляд прямой я чувствую Все сильнее Интересуется больше мной Нежели им и ей Я отвечаю за все один Я воплощаю рог Можно пойти растопить камин Можно спустить курок Их выбор сделан Понятен Путь известна Каждые пять Я все способен Причеркнуть Возможности ровно пять Убить одну Одного Двоих ты шлюк Он вертопрах А то на радость врагов своих Покончить с собой в кустах А то и в воздух Пальнуть шутя И двинуть своим путем Мол, будь здоровы Резвись дитя В обнимку с другим детем И сладко будет Идя домой Прислушаться налегке Как пруд взрывается За спиной Испуганным брекеке Я сижу в кустах Моя грудь в крестах Моя голова в огне Все, что автор плел На пяти листах Расплетает поручено мне Я сижу в крестах Полускрыт куст А в кустах Полускрыт кустами У автора на виду Я сижу в кустах И менять не стану Свой шиповник На визиду Потому что Всякой господней твари Полагается свой декор Потому что Автор, забыв о паре Глядит на меня в упор Я хочу прочесть одну вещь Которую давно не читал Но она длинная, во-первых И старая, во-вторых Но она выдержана в жанре Альтернативной истории И она не утратила Как мне кажется Своей актуальности Поэтому я ее прочту Все-таки Для своего удовольствия Вот А вы Ну, семь минут Потерпите Семь минут Она там в среднем Длится Я ее веду в версию Ее кто-то ведь знает Да, в принципе Наверное, может А если кто-то будет Слушать вперед То тем интереснее Да, вот впервые Вы ее узнаете Узнаете автора С довольно неожиданной стороны Вот какие странные Произведения Писал он в 92-м году Представим, что не вышло Питер взят Корниловым Возможный Юденич История Развернута назад Хотя разрухи Никуда не денешь Но на фронтах Подъем Россия-мать Опомнилась И немчура В испуге Принуждена Стремительно бежать Раскаившиеся Рыдающие Ислуги Лежат в ногах Расстробанных Господ Шульгин Шульгин Ликует Керенскому Ссылка Страна Страна Больна Но Цел Хребет Спинной События Вошли в порядок Стройный И лишь Нева Бушует Как больной Когда в своей Постели Беспокойный Он узнает Что старую кровать Задумано Переименовать В салоны Возвращаются Уют И либералы Каются Публично За исключением Нескольких Иуд Все Кажется Вели себя Прилично В салоне Мережковского Доклад Хозяина Текущие Задачи Как удалось Преодолеть Распад И почему Все это Быть иначе Не могло За правду Не могло Чтобы эта Власть Держалась Больше года Помилуйте В оставшем Урло Не означает Русского народа Который Твердо Верует Христа Доклад Рокавтор Топчет Сологуба Но Сологуб Не столько Виноват Сколь Многие Которых Мы Взразили Да Я О блоке Болен Говорят Что Он Тут Нес Но Блока Все Простили Сложнее С Маяковским Посвистев Фатагов У туристов Предел Он Человек Общественный Из тех Что Вкладывает Дар Чужое Дело Чужое Тело Будуар Вальков Борьбу Со Кризис Загод Одолев Прокляв Тиранов Сею Мощью Пасти Он Ринется Как Вышкаленный Лев Внедряется В умы Идеи Прежней Власти Даляв Душе Мучительный Вопрос Глуша Сомнения Басовым Раскатом И написав Поэму Хорошо С Отчаяния Застрелится В тридцатом Лет Запять До него Другой Поэт Не Сдерживая Хриплого Рыдания Прокляв Скупой А трактор Прет Дороги Не Жалея А пояс Звездой Лесорлом Обгонит Жеребенка Дуралея Жизнь Кончена Былое Сожжено Лес Извели Дороги Замостили Поэтому В нашем веке Тяжело Блок Тоже Умер Но Его Прости Тут Из Европы Донесет Царев Железных Толп Безумием Объятых Опять Повеет Дымом Гумилев Погибнет За Испанию В тридцатых Цветаева Задолго До войны Бросая Вызов Сплетникам Досужим Во Францию Едет Из страны Зажаждущим Деятельности Мужем Ему Россия Кажется Тюрьмой Какой-то Рог Замешан В их Альянсе И первой Живоенную Зимой Она И он Погибнут В резистанции В то время Вечный Мальчик Пастернак Дыша Железным Воздухом Предгрозья Уединиться В четырех Нечереда Дух Рождества Высокая отвага И через год Упорного труда Он ставит точку В докторе Живаго И отдает Российскую печаль Цензура Смотрит пристально Икоса Поскольку Начинает замечать Присутствие Еврейского вопроса А также порнографию Поэт Встречаются Сомнительные трели Насчет большевиков Кладут запрет Ну и сдавать Берется фильтринез Скандал на всю Россию Новый знак реакции Кричат Едва не матом Ступайте вон Товарищ Пастернак Ну Пастернак оставится Куда там Унизили прозванием Жида Предателем Отчизны Отрестили Наш век Не для поэтов Господа Ведь вот и блок Но блок Все простили Добавим В восемнадцатом году Большевики Под громкие проклятия Бежали Кто лесами Кто пойдум Ильич ушел Переодевшись в платье И не боясь насмешек Что слова А вы слыхали Батенька Что лысый Оделся бабой Низость какова Ну он любил Такие компромиссы Потом осел в Швейцарии Туда ж соратники Туда има дорога Уютный цюрик Взят на абордаж В Швейцарии Их стало слишком много Евреев силой Выгоняют вслед Они гонимы Вешними лучами Текут в Женеву Что за пару лет Наводнена Портными врачами А также их Угрюмыми детьми Носатые худые Иудеи Которые готовы Лечь костями За воплощение Марксовой идеи Количество с годами Перейдет в чудовищное качество Что скверно Швейцарии Грозит переворот И он произойдет Начнется с Берна Поднимутся кантоны Хлынут сают Крестьяне Пастухи И очень скоро Землевладельцы Снимут первый скальп Пойдет эпоха Красного террора И всех расставят По своим местам Страна Вступает в худшую Стадию Одним из первых Гибнет Мандельштам Который выслан Из России с Надей Грозит война Но бестолку грозить Ответят Ультиматуму Монтанси Всю землю Раздадут И в результате Начнут не вывозить А завозить Часы и сыр Которыми славна В печальном Ненадежном мире Этом была издревле Тихая страна Столь гордая Своим нейтралитетом Тем временем Среди родных осин Бунтарский дух Растет неудержимо Из сельских математиков Один напишет Книгу о делах режима Где все припомнит Лозунг Бей жидов Погромы Тюрьмы Каторги И ссылки И в результате Каторжных трудов И вследствие Своей бунтарской жилки Такой трехтомник Выдаст на гора Что дабы не погрязнуть В новых бурях Его под всенародные ура Сошлютки Единомышленникам В ЦУБе С архивом Недоставшимся властям С романом Карандашным Полустертым Он вылетит В Германию А там его уже встречает Распростертым Объятием Никто иной Как Бель Боль Отсюда он в Швейцарию Поедет Получит в Альпах Землю Акров 5 Свободным местным Воздухом подышит Начнет перед народом Выступать И книгу Ленин В Цюрихе напишет Мир изменять Сомнительная честь Не лечит операции Простуду Как видим Все останется Как есть Законы компенсации Повсюду Но есть одно Его не обойду Поэма получилась Однобоков Из Крыма В 18-м году В Россию Возвращается на Богов Он посмуглел И первый Над губой Темнеет пух Не обойти Законов взросления Но он везет С собой Не меньше сотни Крымских махаонов Тетрадь стихов Которые не прочен Иногда цитируют В беседе Шахматный этюб Составлен в ночь Когда им доложили О победе Законной власти О, как вырос сад Как взросла Храпа Как воздух сладок Какие капли светлые Висят на листьях Что за дивный беспорядок У сайги В парке О, как пахнет дом Как сторож рад Как всех их жалко бедных И выбойно прежние На том же месте След колес велосипедных И оридиш И нежный, влажный май И парк с беседкой Роман с соседкой Бесповоротно возвращенный рай Где он бродил с ракеткой И рампеткой Отклынувшего счастья Бестолков Он мельком слышит Голос в кабинете Отцу дал Доник Желчный милюков Несчастная страна Что те, что эти И что с того Что эту память Он в себе носить Не будет как занозу И будет жить в отчизне Где рожден И сочинять Посредственную прозу В сравнении С кровавой рекой Словиной казни И тюремных сроков Что значит он Хотя бы и такой Что значит он Подумаешь на Бог Виноград растет На крутой горе Непохожий на Арарат Над приморским городом В сентябре Виноград растет Виноград Кисло-сладкий вкус Холодит язык Земляники И меда Смесь Под горой Слепит Золотая зыбь И в глазах Золотая ресь Виноград растет На горе Крутое Накутывает стволы Заплетаясь Чувчиком Запятой В буйной синтаксе Смушмулы Обтекая колкую Речь Куста Он клубит Цветиват На разломе Глинистого Пласта Виноград Растет Виноград По зыбучим Склонам Дома ползут Погрызая Слоистый туф Под крутой Горой Что они грызут Пароходик Идет в гурзув А другой Навстречу Идет Мисхор Легкой музыкой Голося А за ними Только пустой Простор Обещания Всего и вся Перебор Во всем В синеве В жаре В хищной цепкости Лос Лиан Без какой Расти На крутой горе Мог бы только Сухой бурьян В обожженной Выжженной Рыжене На отрогах Окрестных гор Недобор Любезен другим А мне Перебор Во всем Перебор Этих синих Ягод Упруга Плоти Эта цепкая Жизнь Крепка Молодая Лиственная Щепот Словно Сложена Для щепка Здесь Кусты Упрямы Стволы Кривы Обтекая Столбы Оград По склерозной Глине Камням Крови Виноград Ползет Виноград Я глотал Твой мед Я вдыхал Твой яд Я вкушал Я твоих Щедрот Твой Забучий Блеск Заполнял Мой взгляд Виноград Освежал Мне рот Я бывал В Париже Я жил В Крыму Я гулял На твоем Перу И в каком-то Смысле Тебя пойму Если все-таки Весь умру Ну вот Хочется мне Продолжить Крымскую Тему Потому что По разным Причинам Я туда Съездить Не могу И наверное Не скоро Съезжу Хотя рано Или поздно Конечно Съезжу И вот Я хочу Вспомнить Стихотворение Редко читаемое Но от того Еще более Любимое Девочка С письмом Вот толстая Девочка С толстым Письмом Проходит Вдоль пляжа С изрытым Песком Вдоль моря Штормящего Пятые сутки И мыса Что тонет В тумане Морском Все как-то Тревожно Не так Как вчера Уже Москвичам Собираться Пора Сентябрь На носу И штормит И впервые Из бухты Боятся Уйти Казера Хоть солнце Но ветер Во всем этом Есть какая-то Наконец началось Сложи свою сумку И куртку Набрось Курортный сезон Проживается вместе А время штормов Проживается Врось Летают обрывки Вчерашних торжеств Скрипит под порывами Ржавая жизнь Отводит глаза Продавец Продавец Странной пары Странной пары Межсезонья Пустяющих Пляжей Ржавеющих Крыш Затем Я любил Межсезонье Само В котором Как пел Сальваторо Дамо А может Не пел Но годится Для рифмы Так много Тревоги И в третьих Письмо Как Лотман Учил нас А он ли Не знал Письмо Медиатор Тревожный Сигнал Канал Межмирами Внушающий Трепет Особенно Всем Кто его Не читал Там Может Быть Вызов А может Тоска Далекого Друга Мальчишки Щенка Но Все-таки Главное Это Начало Чего-то Чего Я не знаю Пока Все Резко И в блеске Электродуги Обрезками Лески Железки Фольги Дробятся Лучи На неистовой Зыбе Достань Из конверта Прочти И сожги А главное Ветер На этом Ветру Слезятся Глаза И бежит По двору Воронка Окурков И листьев Платанов Все брось Приезжай А не то Я умру Иди же Вдоль пляжа Не знаю Куда Пока Потерявшая Разум Вода Горою Взметается Рядом С тобою И рушится Не оставляя Следа Покуда Под ветром Скрипят Фонари Покуда По рюмочным Пьют Рыбари Пока Никому Ничего Непонятное Мне это нравится Черт Подери Аплодисменты Видите что Вот уже В третьем году Автор Все правильно Предчувствовал Отними У слепого Старца Собаку Поводыря У последнего Переулка Свет Последнего Фонаря Отними У последних Последнее Собственно Говоря Ни мольбы Ни слушая Ни запрета У окруженного Капитана Его маневр У прожженного Графомана Его шидевр И тогда Может быть Они перестанут Терпеть Все Это Если хочешь Нового мира Отважной Большой Семьи Не по брезгу Рубящим Нищего И рванью Его сумы Отмени Снисхождение Вычьте Семь из семи Отними Была такая Конфета У отшельников Ихактимий У монахов Ихиктиньи Отними У них То за что Так цепляются Все они Чтобы только И дальше Терпеть Все это Как-то Много Стало Всего Не видать Основ Все Вцепились В своих Домашних Валов Ослов Подставляют Гузно И терпят Дружно Как писала Одна из Тесного Круга Ценительниц Нових Чар Отними Ребенка И друга И таинственный Песенный Дар Что и было Исполнено Даже Вполне Чем Нужно С этой Просьбой Нет Проволочек Скудный Уют Отнимают Всегда Охотнее Чем Дают В городе Покоренном Вербуют Девок Для Комполка Старик Бредет По вагонам С палкой И без Щенка Мать Принимает С поклоном Прав Замученного Сынка И все Они Продолжают Терпеть Все это Помню В госпитале Новобранец От боли Согнут Вдугот Мудохом Дедами Посам И не могу Обмороженный Ночь Провалявшийся На снегу Мог сказать Старшиня Палаты Подите Вымол Но когда К нему Полутрупу Приблизились Два деда И сказали Боец Вот пол Вот тряпка А вот вода Чего бы вы думали Встал и вымыл Неужели Когда уже Отняты Суть и честь И осталась Лишь дребезжащая Словно жесть Сухая Как корка Черствая Как монета Вот эта жизнь Бессмысленна И дрянна Остается Отнять Лишь Такую дрянь Как она Чтобы все Они перестали Терпеть Все это Ну два таких стышка Из цикла Начала зимы Этим летом Особенно актуальным Зима приходит С дохом струнных К всему конец Она приводит Белорунных Своих овец Своих коней Что ждут ударов Как наивысшие похвалы Своих волков Своих удавов И все они Белы Белы Есть в осени Познеконечный В ее кострах Какой-то гибельный Предвечный Сосущий страх Когда душа От неуюта А твое бездна За стеной Дрожит Как кутлая Каюта Бель-теремот Берестяной Все мнется Сыплется И мнится Что нам пора Что опадут Не только листья Но и кора Дома подломятся В коленях И лягут Груды Кирпичей Земля В осколках И поленьях Предстанет Грубой И ничьей Но есть И та еще У слада На рубеже Что ждать Зимы Теперь не надо Она уже Как сладко Ей и мне Обоим Вливаться В эту колею Есть Изнывание Перед боем И утешение В бою Свершилось Все Что обещало Прийти Пришло В конце Скрывается Начало Теперь Смешно Дрожать Как мокрая Рубаха Глядеть Надеждую Во тьму И нищим Подавать И страха Не стать Как бы нищим Самому Зиме Сметенье Не пристало Ее стезя Структуры Требует Кристалла Скулить нельзя Но подберемся Без истерик Тверды Как мерзлая Земля Наденем Шапку Выйдем В скверик Какая прелесть Все С нуля Как все Бело Как незнакомо И снегири Ты говоришь Что это Кома Не говори Здесь тоже Жизнь Хоть нам И странен Пустынный Колкий Мир Зимы Как торжествующий Крестьянин Пусть торжествует Он Не мы Мы никогда Не торжествуем Но нам Мила Зима Коснемся Поцелуем Ее Чела Припрячем Нож За голенищем Цитрать Забросим За кровать Закупим Дров И будем Нищим Из милосердия Подавать Что бы Было Как Я Люблю Я Тебе Говорю Надо Сперва Пройти Декабрю А после Я Люблю Чтобы Был Закат Цвета Раней Хурмы И Снег Оскольчат И Наздреват То есть Распад Зимы Время Когда Юпсы Смирны Волки Почти Коротки И Расплевающий Дух Весны Душат Ее Полки Где Была Их Правота Грозная Белизна Марширующая Петара Ставтывала Грузна Золотую Гниль Октября И Черную Ноября Недвусмысленно Говоря Что Все Уже Не И И И И И И Даже Мнилась Что Поделом Белая Ярость Зим Глотки Может Быть Поделем Но Сердцем Невозразим Ну И Где Триумфальный Треск Ледистый Хрустальный Лоск Солнце Над Ним Подружает Крест Плавит Его Как Вост Зло Пытавшее Злом Само Себя Перезлив Побеждается Только Злом Пытающим На Разрыв И Уходящая Правота Вытянется Иной Одну Провожает Роз Живота Другую Чую Спиной Я Начал Помнить Себя Этим Я Был Пленен Я Люблю Этот Дрях И Смех Мокрого Блеска Рейс Умирающим Не до Тех Кто Остается Здесь Время Шедшее На Убой Вязкое Как Цемент Было Занято Лишь Собой Я Улучил Момент Жизнь Которую Я Застал Была Кругом Неправа То ли Улыбка То ли Оскал Полуживого Льва Эти Старческие Черты Ручьистую Болтовню Это Отсутствие Правоты Я Ни с чем Не сравню Я Наглотался Отравой То из Мутного Хрусталя Я Отравлен Неправотой Позднего Февраля Но До Этого Целый Век Темноты Мерзлоты Если Б Не Любить Этот Снег Как Его Любишь Ты Девочка Ценящая Стиль Макабр Вскормленная Зимой Возвращающаяся В декабрь Словно К себе Домой Девочка Со Звездой Во лбу Узница Правоты Даже Странно Как Я Люблю Все Что Не Любишь Ты Но Покуда Твой Звездный Час У тебя На Часах Выковачивает Матрас Метелица В небесах И Четыре Почти Черно И Вовсе Черно К Пяти И Много Чего И Много Чего Должно Произойти Ну ладно Давайте просто Мы подбираемся Так К экватору Более Менее Поэтому Давайте Сделаем Сатирическую Паузу Просто Чтобы Несколько Сбавить Пафос А потом Пойдет Уже Совсем Пауз Значит Очередное Ситворение В новой Газете Посвящено Посещению Известно Чему Лисичанского Бока На котором Сначала Было сказано Что Дональд Трамп Не лепит Горбатого А потом Что Иван Грозный Не убивал Своего Сына А Дело В том Что страна Очень большая У нас И поэтому Когда у нас Начинается Успех какой-то А то все Начинают На нас Клеветать В порядке Конкуренции И вот Значит Эта поэма Называется Иван Грозный Не убивает Своего сына Это такой Фрагмент Будущего Исторического Блокбаса Сцена Примерно Изображает Картину Репина Иван Грозный Прижимает Груди Сына Грозный Какой-то В памяти Провал Распад Отказ Простейших Функций Сын Я тебя Не убивал Сын Слабее А кто же Это Папский Нунций Грозный Не Нунций Сын А Олегат Плодящий Слухи О России Но я Сынок Не виноват А просто Очень Мы большие Страна Большая Лес Сырье Большой простор Большие Лужи И все Кругом Коррупция Медонец Хитрый Хлопать Грозный Сынок Сынок Спасибо Чувствую Становится Первой Не остается Ни порядков Ни с кем Оно Мне сладостно Как ангелы В пении За темнотой За облаками За всем Такое Тихое Почти Акапельное Неуязвимое Для споров И драк Ведь это Лупается Божье Терпение Оно Ведь Лупается И Так Тифлистская Бала И не Ждите От меня Худого Слова Об Отечестве Где нынче Так черно Ибо Я устроен Так же Бестолково Непутево И беспутно Как оно Поглядишь На украинца И грузина С тайной Завистью Явную Вину Да того Ли им Уютно И едино Это мы Сплотили их Никто иной Не знакомо С той поры Как я родился Это вечные Руки Не подаем Это чувство Умиленого Единства Всех иных При появлении Моем Враг народа Что за титул Молвит сладко Мы равны Своим врагам Клянусь Башкой Скормен Злобую В которой Недостатка Нет и не было И вырос Вон какой И охота Отдуплиться От России Да не впишешься Ни в Киев Ни в Баку Что поделаешь Уж очень Мы такие Дорастила До себя Мерси Баку Полноправный Гнобила Унизительней Чем мир Травил Ее Переполненный Брезгливостью И спесью И повязаны Проказой Навсегда Мы взираем Друг на друга С адской Смесью Узнавания Умиленья И стыда Оттого-то я Привязан Словно Гири К обреченной И безвыходной Стране Ибо знаю Каково Россия В мире Ибо помню Каково В России Я Ну и такой Цикл Любимый Который Называется Песня Славянских Западников Я из него Три стишка Прочит Скажет О старике И старухе Предо мной Сидит Моя Старуха Перед ней Разбитая Корыта Круг Неопустынный И суха Вся земля Измята Изрыта Бог С тобой Рыбка Золотая Вступай Себе В синее Море А я Здесь Останусь Причитая Мыкая Привычные Бори Здесь Моя Нужда Пусторука Здесь Моя Любовь Ядовита Это Ж Как Никак Моя Старуха И Моя Разбитая Корыта Вечная Чужая Непруха За чужую Щедрость Только Облупили Местами Мышка По избе Пробежала В эту Неурочную Пору Высунув Раздвоенное Жало Или это Хвостик Не помню Мы ее Позвали На репку Господи Что за Невезение То у нас Яичко Не бьется То у нас Репка Не вылазит Помнится Сидим Мы устала Возле Золотого Распила Репку Как же неуклюже Разбитая Неправильно Президент бы Спросил Его Есть ли Господь Патриарх бы Сказал Разумеется Президент бы Продолжил Я задал вопрос Но остался Похоже Непонятым Патриарх бы Если всерьез То естественно Нету Какое там Президент бы Его повалил Придавил И сказал Я с тобой Не шучу Ловил Жаркий воздух Глотая Тараща глаза Патриарх бы Сознался Безрадостно Ну за что ты Меня Я не знаю Не зна Президент бы Сказал Мы Дознаемся И ушел бы Приказ По спецслужбам Страны Отказаться На месяц От всякой Войны От секретных Разборок От явных врагов И от тайного Злобу таящего Разыскать Перечислить Наличных богов И найти Среди них Настоящего Меж мечети Меж пагок Меж белых палат Не впервые М крамолу Откакнуть Ведь нашли же Однажды А Понтий Пилат Был не лучше Чем наши Ушкатники И пойдет Панорама Таинственных вер Вудуист Например Синтаист Например Это сколько Можно всего Написать И мулатку И немку Прелестную И барочный Фасад И тропический Сад И муран И бон И флоренцию Промелькнул бы С раскрашенным Бумным Шаман И кричанка Софина И палладу Ну а зачем мне Писать Наготовный Роман Где делаться Можно Балладу И обшарив Сакральные Точки земли Возвратятся Герои В тоске И пыли Из метели И адского Печева И признаются Мы ничего Не нашли А докладывать Надо А нечем И возьмут Они первого Встречного Ах Да вдобавок Еще и Калечного Ах И посадят Без всякого Повода И мытарят Его И пытают Его И в конце Уже Богом Считают Его И верят Все-таки Бога И собьют Его с ног И согнут Его в рог И дело Действительно Скверное А когда Он под пыткой Признает Что Бог Он и будет Тем Богом Наверное Покалечит Его И завечит Его А когда Он совсем Покалечится То умрет Под кнутом И воскреснет Потом И воскрес Он спасет Человечество И спецслужбы Довольные Не в первый же раз Предъявлять Бездыханные Телы И внеизменный Отстанет Рассвет На две тысячи лет А иначе Была Полная Задница Потому что Ведь Бога Действительно Нет Пока Кто-то Из нас Не сознается В России Блистательного Века Где вертит Хвостом Елисавета Умирает Великий Велогонщик Не выдумавший Велисапеда Умирает Великий Велогонщик Покидает Великий Велогонщик Недозрелую Кислую Планету Ложить Бы под язык Валидочек Еще и Валидочек Нет В Англии Шестнадцатого Века Спивается Компьютерный Гений Служащий Лорду Графоману Переписчикам Его Сочинений А рядом Великий Оператор Этого Желорда Стремяны Он Снимает Сапоги С господином А больше Ничего Не снимает Ты говоришь Ты одиноко А я Говорю Не одиноко Одинок Явившийся До срока Роботехник С исламского Востока Выпекает Он Кислое Тесто С детства До самого Погоста Перепутал Он Время И Место Как Из Каждых Ста Девяносто Мой Сосед Угрюм Недалекий По призванию Штурман Межпланетный Лишь За этот Жребий Недалекий Я Цеплю Его Ремонт Многолетний Штробит Он Кирпичную Стену На завтрак Обед И Ужин Словно Хочет Куда-то Пробиться Где Он Будет Кому-нибудь Нужен Иногда Эти Выродки Святы Иногда Злонравны И Настырны Так Невести Чей Жених Не Родился Все Равно В бордель Монастырли Иные Забиваются В норы И сидят Там Подобно Перельмана А Иные Поступают В малюты И клянусь Я их Понимаю Я и сам Из этой Породы Подобен Я крылатому Змею Некому Из ныне Живущих Оценивать То Что Я умею Живу Как Сверкающий Осколок Чьего Так Грядущего Единства Какому Бо Мой Дар Бесполезен Когда Нибудь Потом Пригодился Способность Притягивать Немилость Искусство Отыскивает Подум Талант Озадачивает Безмозглых Умение Тешить Безутешно Но образ России Трехслоен Как тело Химер И это Не волх И не воин А вот Например Представим Некрупный Немелкий А средний Руки Купеческий Город На стрелке Реки И реки Пейзаж Его строгий Слезный Хоть гни Хоть ломай Не раз Его вырезал Грозный И выжег Мамай Менял он Название Дважды Туда И сюда А климат По-прежнему Влажный Вода И вода Теперь Он живет Запустение Что год То пустей Засохшая Ветка На стебле Торговых Путей Там много Сгоревших Строений Больших Пустырей Бессмысленных Злобных Старений Что год То старей Отмала Увы До велика Что бога Бесить Там два Предсказуемых Лика Умеют носить Безвыходной Кроткой Печали И дикость Злой Но это Сказал Я Вначале Поверхностный Слой А девушка С местных Окраин С прозрачным Лицом Чей Облик Как будто Изваян Античным Резцом Собой Искупает С избытком Историю Всю С пристрастием К пожарам И пыткам И слезным Сю-сю И все Эти Взятия Казани Иван И Орда Недавняя Смена Названий Туда И Сюда Метание Спившихся Сыльных Дворы И Белье В каких-то Последних Усилиях Родили Ее В каких-то Немыслимых Корчах Грызя Кулачки Но образ Еще не окончен Хотя и почти Я к ней Прибегу Паладином Я все Ее отдам Я жизнь Положу К ее Длинным И бледным Ногам Она меня Похотя Всунет В чудовищный Рот Потом Прожует Меня Плюнет И дальше Пойдет Вы имеете Ввиду Что нам Остается В принципе Стешков Пять По моим Подсчетам И поэтому Задавать Вопросы И высказывать Пожелания Уже Как бы Можно Потому что Потом У нас Просто Не будет Этой Возможности Ужасно Подумать Что вопросов Нет А пожеланий Тем более То есть Это Совершенно Запредельно Героическая баллада В России С ее феодальным Строем И крахом Сложных систем Быть можно Героем Только героем Больше Женьким Все остальное Кисло Словно Плохом кино Выгода Или смысла Начато Лишено Поскольку К каждому Придут В какой-то Миг Нежданный И отведут Басманный Суд Басманный Суд Басманный Из них Сначала Ты попав Колесо Еще Берег Лицо Но Ощущал Как Вот Это Все Берет Тебя В кольцо И Ровно В день Отделения Англии Но В ответ На ЕС К тебе Подходит Черный Ангел И С чем На Берез И Вся Компания Возле Властная Типа Столпы Морали Вяжет Хихик И Злорадствую Взяточника Поймали И Наблюдая Все Эти почести Спросишь Себя Дебил Зачем Ты делал То Что Не Хочется С тем Кого Не Любит Вот Ты Не Глупый А Впрочем Много Ли Вас Опять Жекс Либерал Ты Стал Лоялен И Врал Захлебываясь При этом Все Понимал Ты Говорил Что Все Зашибись Эпоха И Самых Лучших Героев Делай Из Убийц При этом Из Недоучек И Как бы Ты Не Подпрыгивал Крича Ура И Слава При этом Все Подмигивал Налево Твори Направо Но Эти Трюки Не Спасут И Вмиг Какой-то Адский Тебя Свезут В Гаакский Суд Гаакский Суд Гаакский Придут Оттуда Серые Ангелы Немного Повыше Рангами Какие Злые Такие Наглые Как это Свойственно Ангелам И Как бы Ты Был Хитер И Бдителем Коллеги Твои В финале Взвизгнут Примашившись Победителем Путинского Поймали Тогда Ты Спросишь Себя Из Ада Тщетно Цепи Грызя Зачем Я Делал То Что Не Надо С тем С тем Было Нельзя Вот Ты Приличный Мещанин Пород Твоя Такая Ты Жил Следить К Мешанин К Отрядов Не Примыкая Ничьей Программы Бодрой Падочной Не Выбрал Любя Покой Ты Был Нормальный Ты Был Порядочный Ты В общем Был Никакой На фоне Множества Коллег Подмахивавших Нема Ты Был Нормальный Человек Но Это Тоже Нега Всю Жизнь Терпел Всю Жизнь Подсчитывал Как Зону Не Топтать А Все Что Думал И Испытывал Делил На 25 Но По законам Небесной Алгебры Что Выше Земного Гения Тебе Слетают Рыжие Ангелы Ангелы Истребления Они Летят Они Поют Над лесом И Над башней И Волокут На Страшный И Суд На Страшный И Суд На Страшный Здесь Все Ей Богу По Этой Схеме Все Страхи Не Так Страшны Если Знаешь Что Придут За Все И Видишь Они Пришли Возри На Лес На Июньский Пруд Попробуй Так И Ты Брат Смотри Ничто Не Боится Тут Растет Цветет И Гибнет Пройди Закат И Порой Покуда День Не Должен Смотри Тут Каждый Лист Героем Делает Все Что Может Какой Это Злобный Лилипут За Всеми Смотрит Слупой И Волочет На Вечный Суд На Тщет На Глупый Покуда Зреет Смута Покуда Правит Ложь Забудь Про Лилипут И Делай Все Что Хожь Мы Все Боимся Терпим Ноем В России Наших Лет Быть Можно Героем Только Героем Другим Тут Мест Стоять Поскольку Мир Лежит Во Зле Напрасен Всякий Труд Конечно Это Так Везде Но Откровение Тут Рождествен Перестал Сомневаться В Боге Хотя Колебался Еще Вчера Как Говорил Мой Учитель Строгий Господь Аплодирует Вам Ура Ночи Бывала Проснешься В страхе Будешь Подругу Включаешь Свет Неуютно Душе Вопрать Как Это Так Меня И Нет Как Я Метался Как Сомневался Как Вцеплялся В Благую Весть От Когнитивного Диссонанса Смерти Нет И Все Так Есть Как То Это Прошло С Гадами Хотя Должно Было Стоять Острее От Приближения К Этой Даме Есть Она Нет И Черт И С Дело Не в том Привычном Мотиве Ли Всякому Гопнику По Клечу Что Все С Гадами Не Обратили Не Обратили Жить Хочу Стал Терпеливее Стал Мудрее Ли Так Сказать Опять В молоко Невысоко Мои мысли Реяли И нынче Реют Невысоко Многие Веруют От Противного Что Не Вспомнишь Везде Фуфло Столько Повсюду Мрак Активно За тебя Смотрят Ви И Сразу Веру С Ля Ви Но Ведь Это Все Не Впервые Когда Тут Рулил Неви Да И Наивен Сводящий Бога Только К Свету Только К Добру Эта Мысль Тяжела Для Слога Скажу Точнее Когда Умру О Сознание Островное Света Пятно Среди Темных Бот Бог Это Как Все Остальное Кроме Всего Вот До этого Вот Сейчас До этого Нету Слова Как Подсознание Невника Разве Что Вспомнить Фразу Толстого Из Последнего Дневника Когда Оставалось Ему Немного До Ссори Выхода В Высший Свет Либо Пишет Он Нету Бога Либо Ничего Кроме Бога Нет Как Газ Как Свет Как Снег Бестрастно Штрихующий Раннюю Полутьму Бог Заполняет Все Пространство Предоставлено Ему Глядишь Почти Ничего Не Стало Как И Предрек Один Иудей Честь И Совесть И Долго Срама Слез Грез Вообще Людей Сплошь Лилипутики Минуэтики Растелешившийся Бобок Ни эстетики Ни конкретики Ни политики Только Бог Смотри Как Он Перетекает В родной Пейзаж Со всех Сторон Как Ничего Не Отвлекает Повсюду Он И Только Он Смотришь Сквозь Тюльвы Зиновески Как Пустыня Мир И Убок Как На Его Сквозь Голые Ветки Сверху Клаками Сыплется Бог Как Засыпает Пустынь Дорогу Как Сцепляется На Лету Покуда Мир Подставляет Богу Свою Растущую Пустоту Как Заполняет Все Пространство Его Хрустальный Перезвон Только Я еще Остался Уйду От Матфея Где Вас Трое Во имени Моем Там И Я С Вами Мало Ли Что Можно Делать Втроем Знаете Сами Втроем Наливать Втроем Выпивать Сначала Любиться А потом Ревновать Двое Крещеных Один Жит Двое Воруют Один Сторожит Люблю Когда Двое Против Одного Честное Слово Люблю Когда Любят А любят Не его Кого-то Другого Я С вами На Арене Подвигов И Ссор Любови Несчастных Чаще Как Зритель Порой Как Реже Как Участь Травящий Забавным Травимого Не жаль Его Судьба Краша Это Наш Жанр Христианский Жанр Это Дело Наше А где Вас Вдвоем Я С Вами Мало Нечто Можно Делать Вдвоем Разными Местами Вдвоем Ночевать Вдвоем Кочевать Сперва Освободить А потом Подчинять Стоять Спина К спине Как Драки На борту А лежать Напротив Живот К животу Люблю Вдвоем Плачет Плачет Хождение По Мукам Прогулки По Ножам Пыток Избыток Это Наш Жанр Христианский Жанр До Нас Не Могли А когда Один Твоим Не Мое Я С Тобой Всюду В щелку Дверную В оконный Или Проем Проникать Буду Дело Одинокое Бортничать Удить Поле Синеокое Вброд Переходить Море Синеглазое Шлюпкой Попирать Сочинять Рассказывать Жить И умирать Задавать Работы Ленивому Помогай Боже Да мало ли Что можно Делать Одному И дрочить Тоже Я люблю Смерть Хлад ее И жар Взлет Души Из тела Это Наш Жанр Христианский Жанр Это Наше Дело А когда Нету Вовсе Никого Не в Центре С Край Там Моя Радость Мое Торжество Там Я Преоблагаю Летние школы Полночные дворы Старые газеты А то еще Огромные страшные миры Чуждые планеты Безглазая крупа Безмозглая толпа Железная пята Звериная тропа Звериная буза Звериная тоска Звериные глаза Лишенные зрачка Боры Дожди Занесенные лыжни Таежная осень Чтобы стало ясно Зачем мы нужны Что мы привносим Насланный потоп Ненасланный пожар Прилив океанский Это наш жанр Христианский жанр Самый христианский Да, заявка прочитана Спасибо Ну и два напоследок Квадрат среди глинистой пустыни В корости чешуек обожженных Налево барак для осужденных Направо барак для прокаженных Там лето раскаленнее печи А следом оскал зимы бесснежный И все, что там осталось от речи Проклятия друг другу и богу Нет там ни зелени, ни тени Нет ни просвета, ни покоя Ничего кроме глины и коросты Ничего кроме зноя и гноя Но на переломе от мороза Клетний гиене негасимый Есть краткий двухдневный промежуток Весенний почти переносимый Но между днем уже слепящим И ночью еще не мой отстыни Есть два часа, то и меньше С рожеватыми лучами косыми И в эти два часа, этих суток Даже кажется, что выйдешь оттуда Разомкнув квадрат, как эти строфы Размыкаются строчками без рифмы И среди толпы озверевшей Казнью всеми поражен Вечно есть один прокаженный К тому же невинно осужденный Который выходит к ограде И смотрит сквозь корявые щели И возносит Господу молитву Заблаженный мир его прекрасный И не знаешь, рад ли он последний Или лучшее дитя твое Божие А страшнее всего, что не знаешь Ни одно ли это ты не дружу На горизонте розовый и серый Недвижный лайнер Смутный, как рассвет Я на него гляжу с тоской и верой А может быть, его там вовсе нет Таким я вижу розовый и серый Морской рассветный цвет небытия В котором все измерят верной мерой По крайней мере в это верю я В конце времен, неблизком или близком На горизонте дым назаревом Пусть Василиск возляжет с Василиском Но Агнец не посмеет спать со львом Не то, что кара, кара портит нравы Не ад с котлами, это скучный бред Но просто мы поймем, что будет право А если нет, что ж, если нет То снова быть неправым Гордиться не победой, а виной Сочлюфе, сочту финалом Менее слащавым и более логичным Чем иной, не выправит горбатого могила Не ототрет родимое пятно Со мною только так всегда и было И быть должно В эпоху византийца Юлиана Отступничество долгие года Так просто быть в составе миллиона Решившего, что это навсегда Пока ликуют псы и скоморохи Как знать, что отречение Петра Не суть эпохи, а петля эпохи И может быть последняя петля И видите, все сегодняшние лажи Не сделавшиеся явным ход планет Ни глаз народа, ни секунда даже Но если нет Я все равно сказал бы, умирая Что лучше так, что это право и суд И ни к чему искать земного рая Что значит рай? По крайней мере тут Смешно мечтать при гибнущем режиме Что лилия взметнется из гнилья С гнильем и с гинем Это заслужили и вы, и я Я знаю мира тайное лекало И вся его заржавленная жесть Вся плоть его мне чаще намекала На то, что нет А не на то, что есть Вся радуга павлинья Вся кампания Вся смертная цветущая бурда Не будет ни суда, ни оправдания Но если да То это не заслуженная милость Как раз и есть Основа всех основ Которая сквозила или снилась И плакать заставляла после снов Над каждой умучительной химерой Над всем моим бессилием и тоской Цвет милосердия розовый и серый Рассвет морской Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо.